Итак, какой у нас уже ход? Третий. Третий ход. Первым игроком из-за эффекта Квачили остается Урсула. Урсула вытягивает очередную карту. Если в первой колоде распыления остались карты, сбросьте их, не передавайте жетон первого игрока в этом ходу. Ладно, сбрасываем. Далее. Далее, далее, далее. Мы что-то менять у шеф-повара? Нет. Будем ли что-то менять у Урсулы? Нет. Урсула у нас на площади независимости. Раз, два, три, четыре. Она пойдет раз, два, три, четыре и сразится с зомби. Для начала проверка ужаса. Минус один, плюс один. Это потеря одной единицы. Рассудка автоматически. И теперь уже проверка боя. Воспользуемся Томмиганом. Шесть, минус один, пять, плюс четыре, девять кубиков. Пять и девять. И нам нужен всего лишь один успех. У нас есть все. У Урсулы три трофея монстров. У нее шесть улик. Шесть больше, чем три. Соответственно, она выполнила свою историю. Так. Ставим зеленой стороной вверх. Нет, давайте все-таки узнаем, что было бы, если бы она не выполнила. Если бы она не выполнила, Урсула была бы проклята. Так, как она выполнила. Урсула вытягивает пять уникальных вещей. Затем выбирает две и сбрасывает все остальные. То есть, это история одноразовая. Так. Далее, что мы сделаем? Далее, мы передадим все вещи Урсулы. Мы передадим их Зое. Вы спросите, зачем? Зачем их передавать? Ну, пускай у Зои будут будут, будут, будут на два навыка больше. Так. Это у нас выполнено. Вытягиваем пять карт. Раз, два, три, четыре, пять. И должны сохранить две. Ну, драконий глаз сбрасываем. Паудер ибангази одноразовый сбрасываем. Заговоренное лезвие сохраняем, отдаем его шеф-повару. И теперь у нас либо рубин и лир и льеха, либо маска. Либо порошок ибангази. Давайте-ка все-таки сохраним рубин и льеха. И пускай рубин и льеха пока что останется... А, нет, пускай будет у Зои. Все остальные три карты мы сбрасываем. Так. Мы их сбросили. Так. Первый раз за все игры с Инсмутом мы прошли личную историю. Теперь очередь передвигаться Зои. Зои у нас оказывается на плато Лен. И мы вытягиваем карту контакта для нее. Желтая не подходит. Да, Лен. Красная подходит. Рельех сбросьте и вытяните заново. Хорошо. Рельех Так. Плато Лен. Монстр появляется из теней. Мы правильно сделали, что передали ей оружие. Давайте-ка посмотрим, что за монстр. И это у нас Дитя Козы. Дитя Козы последователями Куачили являются чернокнежники, поэтому Дитя Козы мы будем сражаться как с обычным культистом. Плюс один плюс один это уже два, плюс шесть это Мегана это восемь. Восемь кубиков. К сожалению, бросаем на один кубик меньше. И теперь у нас нам тоже нужен один успех. Так, и у нас есть. Урсула получает свой первый трофей монстра. Ой, не Урсула, а Зои. И далее наша любимая фаза мифа. Так, ложе серебряных сумерек это значит новый жетон. И это у нас заголовок. Так, круги, квадратики, ромбики. Так, шестиугольник остается на месте. Ромбик по-черному. А вот древняя тварь идет курсуле. Древняя тварь идет курсуле. Так, и улика появляется на кладбище. Так, улика на кладбище. Так, новый портал. Страна снов. Так, жетон мы добавили, добавили. Так, и монстр, и все монстры в северной части города. А так никого нет, никто не возвращается. Монстр и помним какой у него знак? Шестиугольник. Шестиугольники в этом ходу не передвигаются, остаются на месте. Далее что у нас происходит? А далее на этом ход заканчивается, третий. Спасибо за внимание.